Привет, друзья! Туда не смотрите, это я дорисовываю ангела-велосипедиста. Вот это синее немножко приберу, и будет порхающий ангел, как он был в первом варианте. И там удивительный искусствовед написал мне, что прямо соткано из света. Жалко, что я испортил, потому что всё время хочешь улучшить. А для художника это... У меня есть такая новелла «Тоска по испортивной картине». Так можно и улучшить. Поэтому я хочу вам рассказать сегодня быстро, коротко. Потому что времени у людей с каждым веком всё меньше и меньше. И поэтому человек сегодня в современном веке хочет всё и сразу. Сразу. Чтобы не тратить время. Но послушайте пять минут. Пять минут. Для того, чтобы мы могли сохраниться, как человека человечества, надо научиться всё-таки нулевому состоянию. Это что такое? Это выход над эмоциями. Это выход в состояние, когда отсутствуют страхи, какие-то там авторитеты, шаблоны мышления. Это нулевое состояние. И вот в этом нулевом состоянии как раз таки и происходит самое такое сокровенное, так называемый дефолт работы мозга. Но в этом состоянии как раз и происходит вот это вот таинство вселенское. Это просто удивительная вещь, потому что все опыты, которые у вас есть, там сплавляется в целостный опыт развития личности. Какой личности? Творческой личности. Вот то, что мы делаем, вот эти вот приёмы ключа, это по существу триггеры. Триггеры, с помощью которых можно быстро сбрасывать стресс и выходить на это нулевое состояние. И там перезагружаться. Ну как перезагрузка компьютера. То есть в нулевом состоянии можно помечтать о желаемых переменах в себе и в своём будущем. И тогда нулевое состояние, когда сопровождает наш мыслительный процесс, отсекая страхи, комплексы, авторитеты, всякие шаблоны, отсекая, то там и происходит переорганизация психических и физиологических процессов в направлении этого тренда деятельности вашей психологической и психофизиологической. Что это такое? Это перезагрузка, как компьютер. Освободился в нуле от всего, что было. И, как говорится, с чистого листа перестраиваешься на то, что ты хочешь, как что было. Ну, конечно, ты не можешь измениться целиком и полностью, потому что у тебя сохраняются твои особенности какие-то генетические. У тебя сохраняются какие-то, ну, такие-такие вещи, которые, ну, органика называется. Ну, как это можно перестроить? Но дело в том, что мы не знаем, насколько у нас какие-то проблемы органический характер носят. Например, болезнь. Мы не знаем, потому что у меня были такие больные, которые от психотерапии обыкновенной вдруг, у неё рука не двигалась, была два года парализована. Два занятия психотерапии обыкновенной, вдруг у неё рука пошла. Оказывается, был функциональный резерв, о котором она не знала. Поэтому всякое использование ключевых приёмов и их подбор, который вам подходит лично, да, это, по существу, тестирование себя на свои ресурсные возможности. Может быть, у вас тоже функциональный резерв, и вдруг вы, допустим, два года не могли решить какую-то проблему, будь то здоровье или будь какая-то задача, да. Вы подобрали себе приём, а пока подбирали, вы себя и развивали, а когда подобрали, вы и вышли на ноль, потому что стресс ушёл, и появилось состояние бесконечного такого безвремения. Там много времени появляется внутри этих пяти минут, допустим. И там решаются вопросы, которые до этого не решались. А почему мы должны научиться нулю? Во-первых, потому что мы всегда его испытываем и в нём именно решаем наши вопросы, но мы просто на это не обращаем внимания. Потому что нам никогда в школе об этом не говорили, что мы озарение свои получаем именно в этом состоянии. А сейчас речь идёт о том, что вы делаете опроса осознанно, осознанно с помощью перебора этих приёмов. Мы это инстинктивно делаем, но просто не обращаем на это внимания. Так вот, что я вам хочу сказать. Почему нам надо выйти на ноль? Потому что нам надо выйти над эмоциями. Эмоции – это ловушки, в которых мы находимся, ну, например, обида, несправедливости. Допустим, вы старались-старались, а вам такую ерунду написали, что вы вообще ни в чём не разбираетесь, да кто вы такой. Ну, эта эмоция сразу вас заставляет реагировать, представляет, да ты сам дурак, там, туда-сюда. Надо быть над эмоцией. А времени-то нет. Поэтому я и говорю, что 5 минут, ещё одна минута, я и говорю, что нам надо научиться выходить в нулевое состояние, чтобы становиться над эмоциями и реагировать на всякое несправедливое, казалось бы, казалось бы, к нам замечание или критику, как нам кажется. Потому что нам кажется, вот мы такие, мы там то делаем, это дело, а нас не понимают, нам вот так говорят, нас игнорируют. Или, допустим, нашего первенства не признают, или ещё чего-то. И эта несправедливость нас так, так задевает. Вот эта несправедливость, когда ты хочешь человеку сделать хорошее, а он тебе в ответ раз, вот так вот. Это же вы находитесь в западне, потому что подумай как следует, а вдруг ты сам не прав, а вдруг ты поспешил что-то сказать, а вдруг ты не забыл мою афоризму, что мы не живём в головах друг у друга. А вдруг там что-то вот так было, вот как мне один друг мой, Ревас, рассказывал анекдот, что один парень очень был обижен на своего друга. Тот спрашивает, слушай, я никак понять не могу, Киви, почему ты на меня такой обиженный? Он говорит, ну я ждал-ждал, когда ты мне сделаешь вот так, так, а ты так и не сделал. Он говорит, да ты бы хоть сказал мне об этом. Ну понимаете, мы же иногда сами обижаемся, иногда вот эти всякие неудачи, которые у нас в жизни происходят, может быть мы их создаём? Потому что мы не живём в головах друг у друга. Нам кажется, что человек понимает, а он нас не то, что не понимает, он занят своей жизнью. Он нас не слышит, он же не телепат, и я не телепат, и вы не телепаты. Я заканчиваю. Я что хочу сказать? Обиды, эмоции, почему обиды? Эмоции разные бывают, я про обиды говорю. Это та западня, которая заставляет нас ошибаться, неправильно что-то говорить, что-то делать, раздражаться и создавать себе крушение судьбы. Поэтому, если мы хотим управлять своей судьбой, а управляет вами кто? Обычно человеком управляют те, кто его хвалят. А обычно человеком управляют те, кто его как бы понимают и даже благодарят за то, что он даже, может быть, и не сделал. Ну, потому что он всё время сосредоточен на своём «я», ему так нужно, как воздух. Он нуждается в том, чтобы кто-то подтвердил его существование, что он есть, чтобы он чувствовал, что я есть, я могу, чтобы он это чувствовал. И вот, когда кто вот этим пользуется, он манипулятор. Бывает вольный манипулятор, а бывает невольный, случайный. Случайный манипулятор бывает, который совершенно не собирался вами манипулировать, но делает вам комплимент. Ну, вот делает комплимент, потому что вы в этом нуждаетесь. Девушки нуждаются, чтобы им сказали, какая она красивая. Мужики наши нуждаются сказать, какой ты умный. Я видел детектив, где одна разведчица контролировала одного генерала только потому, что она ему сказала в кабинете «Я физически чувствую силу твоего ума». Он был покорён. Да, сделал вид, что он не обратил внимания, на самом деле она потом им манипулировала. Ладно, значит, мы научаемся контролировать эмоции. Контролировать это что значит? Это не бороться с эмоциями, а встать над ними. А для этого нам нужны триггеры, то есть приёмы ключа и принцип подбора путём перебора по критерию максимального соответствия, то есть комфортности и простоты. Если это просто делать, значит, это вам подходит. Значит, там нет конфликта между действием и состоянием. И когда вы перебираете так, что нет конфликтов, вы развиваете своё творческое начало. До встречи, друзья. Интересно будет следующий ролик послушать вам. До встречи.